Ну и в завершении выпуска маршрутный автобус, оборудованный для людей с инвалидностью, презентовали сегодня в Якутске. Машина китайской компании «Шаолинь» оснащена также безналичной системой оплаты и видеонаблюдением. В автобусе внедрена и система «ГЛОНАСС». В случае чрезвычайных ситуаций она передаст сигнал в экстренные службы. Сарглана Захарова с подробностями. На седьмой маршрут в Якутске выезжает новый комфортабельный автобус. Главная его особенность – доступность для всех, в том числе для маломобильных людей. Подъемник приводится в действие как автоматически, так и механически. Это дает возможность эксплуатировать его даже в случае отказа техники. Мы, конечно, проведем испытание, он для этого и приобретен, и тогда заменим на другую модель, если она будет некачественно работать. В любом случае добьемся того, чтобы они бесперебойно работали, то есть не было никаких проблем с ходом выхода на автобус. Несомненное преимущество автобуса – это вместимость, если в обычных, более привычных для нас в пазиках. Вмещается всего 42 человека, то здесь максимальная загрузка – 68. Также для удобства пассажиров и водителей здесь будут ввести карточную систему оплаты. Мне кажется, должно быть для пассажиров очень удобно. Пассажир сам подошел, все раз, карточку вставил, все быстренько, все быстренько этот расчет происходит. Отметим, что этот автобус – первый в стране с внедренной системой ГЛОНАСС. В чрезвычайных ситуациях она немедленно передаст сигнал экстренным службам. Предустановлена уже на заводе система ГЛОНАСС для экстренных сообщений, более удобный, в два раза экономичный, что очень важно не столько с точки зрения экономики предприятия, но и с точки зрения экологии. Ну и, конечно, город развивается, поэтому нам нужно новые автобусы современные внедрять. Новые автобусы жители и гости столицы смогут оценить уже в эти дни, пока он будет ездить только на седьмом маршруте. Если в суровых погодных условиях якутской зимы он зарекомендует себя с лучшей стороны, то уже в следующем году в Якутске появится еще 20 таких автобусов. Саргулана Захарова, Георгий Григорьев, НВК САХА, Якутск.